Здравствуйте! Сегодня уроки. Мне хотелось бы рассказать вам про Индию, про то, как она потихонечку прощалась со своим традиционным обществом. Впрочем, в конце 19 века это происходило насильственным образом, как и в большинстве стран Азии. Это затронуло и Китай, и Японию. Индия тоже, разумеется, очень стала рано лакомой добычей для иностранных густарств, в первую очередь, для английской и остынской кампании. Уже была обречена на то, чтобы проститься со своим прошлым. Так, посмотрим. Британия, остынская кампания и Индия. Это, по сути, действительно жемчужина британская корона. Посмотрите, в начале 19 века в руках британской кампании находится значительная территория. Почти вся территория страны. Британская Индия в голове со своим генерал-губернатором. Это первая часть. И вторая часть многочисленная. Видите, около 550 небольших индусских и мусульманских княжеств. Формально они управлялись самостоятельными местными князьями, но на самом деле ими так или иначе кугловодили англичане. Могли в любой момент ворваться на территорию этих княжеств, навесить там свой порядок. И постепенно одно за другим эти княжества, так сказать, как лакомые вишни, оказывались во рту английского короля. Разумеется, в первую очередь Индия интересовала Англию как колоссальный источник денег. Да, это были многочисленные грузы со специями, с шелком, с товарами текстильной промышленности, с слоновой костью и так далее. Все это шло на потребление для богатого аристократического английского класса. Значит, разумеется, налоги в результате этого росли очень сильно. Поземельные налоги росли. Из года в год увеличивалась эта сумма. Правительство, разумеется, вводило монополии на соль. В результате соль стала чрезвычайно дорогой даже для местного населения. И из-за этого многие жители, конечно, можно сказать, периодически испытывали физиологические проблемы. Соль – это необходимая часть нашего человеческого рациона. Что касается опиума, то была монополия на опиум. Опиум активным образом собирался, обрабатывался и продавался. Например, в Китай, где тоже из-за этого были проблемы, потому что китайцы пристрастились к опиуму. И даже в результате этого начались знаменитые европейско-китайские опиумные войны. Значит, здесь на этой карте выйдет примерную территорию тогдашней британской Индии. Вот, можно посмотреть. Разными цветами обозначены. Тут основные цвета у нас. Это как раз территории, которые обозначают, собственно, Ост-Индскую компанию. Территорию, которая обозначает протекторат Англии над различными государствами в рамках Индии. И, собственно, независимые маленькие кусочки Индии. То есть, вот эти самые княжества мусульманские и княжества индуистские. Это вот традиционные сборщики опиума, которые уже собрали его. Сейчас упаковывают на экспорт, скажем так, в тот же самый Китай. В 1933 году торговая деятельность Ост-Индской компании, по сути, была совсем прекращена. Промышленная буржуазия хотела уже использовать Индию не как страну, откуда мы вывозим, а как страну, куда мы ввозим. Что мы ввозим? Разумеется, английские промышленные товары. В это время Англия по праву считается мастерской мира. И, значит, нужно ввозить туда дешевые промышленные товары, а из Индии забирать сырье. За Ост-Индской компанией, по сути, остается только управление самой колонией и армия. А сама Индия постепенно становится уже частью непосредственно британской короны. То есть, таким же доминионом, которым являлась, например, Австралия или Канада. В 58-м, после Великого Восстания, Восстания Сипаев, о котором у нас с вами еще будет речь впереди, независимость администрации Ост-Индской компании лишилась этих прав, была упразднена. Индия управлялась напрямую чиновниками из Лондона. В 77-м году сама королева Англии Виктория уже непосредственно была коронована на индийский трон. Действительно, Восстание Сипаев очень сильно пошатнуло устой спокойного индийского общества. И для того, чтобы хоть как-то эту ситуацию немного сгладить, нужно было дать понять индусам, что вы больше не являетесь просто оккупированной территорией, а вы как бы являетесь частью, да, интерпорированной именно в само британское государство. Вот. Разумеется, это было более престижно. Хотя, конечно, с точки зрения именно самого колониального режима для Индии, в принципе, ничего не изменилось. Собственно, королева Виктория, знаменитая, да, с ней связанная викторианская эпоха в Англии, правила страной практически 50 лет. Королева-мать, как они и говорили. В 19 веке, да, Индия окончательно превращается в рынок сбыта английских фабричных товаров, в том числе и английских тканей, английского текстиля. И в результате знаменитая индийская ткань, которая вот делается вручную на примитивных столках. Конечно, не может конкурировать с английской тканью, которая делается на крупных заводах, да, гигантские ткацкие станки, которые, конечно, позволяют значительно снижать издержки, и в итоге ткань получается очень дешевая. Но индийские таткачи из-за этого остаются без работы и практически без средств к существованию. Вот. Строительство Суэцкого канала в итоге тоже пошло вовсе не на пользу Индии. Вроде как мы, да, соединяем Индийский океан с европейскими морями, а на самом деле просто это позволяло гораздо дешевле, еще с меньшими издержками перевозить английские товары в Индию, которые продолжали, значит, конкурировать с индийскими товарами не в пользу последних и постепенно разрушать индийскую экономику. Вот как раз традиционное индийское ткачество. Разумеется, медленное, разумеется, рутинное, разумеется, малопроизводительное. И, конечно, по сравнению с английскими крупными фабриками это дорого, неэффективно и понятно, что шансов у такого производства не было. А, собственно, вот строительство Суэцкого канала. Гигантский канал, который, как вы знаете, соединяет Средиземное море и Красное море, Индийский океан, вот это. Как раз в конце 19 века строятся два таких канала. Вот Суэцкий и Панамский, который соединил Атлантические и Тихие океаны. И везде, конечно, те или иные государства, в случае Панамского канала США, в случае Суэцкого канала Англия, пытались так или иначе, значит, сделать там какое-нибудь свое собственное акционерное общество, да, и максимально из этого строительства канала выжать для себя коммерческую пользу. В середине 19 века в стране проложили уже первые железные дороги, которые соединили наиболее крупные города. Там, допустим, Дели, Калькутта, Дели-Агра, Дели-Бомбей. Вот. В Индии, тем не менее, как для других стран, это не стало мощным толчком к развитию национальной промышленности по той простой причине, что, по сути, все необходимое для строительства возилось из Англии, да. Была английская руда, английские специалисты, английский уголь, а вот действительно крупных заводов на территории Индии, да, с рабочими местами, как все это обычно бывает, вот этого всего не было. То есть, железнодорожный транспорт в Индии не стал мотором развития индийской индустриализации, в отличие от других стран, по той простой причине, что Индия была колонией. И для англичан просто это было совершенно невыгодно, чтобы Индия, да, постепенно как бы становилась промышленной державой. На побережье выросли разные важные города, которые, в первую очередь, конечно, занимались логистикой. Это были порты крупные, да, Бомбей, современный Мумбай или Калькутта, современная Калката. Именно через них шла торговля с Китаем, в том числе и опиумом. И эти города, конечно, постепенно обживались и местным пролетариатом, вот, и купцами, и там были и промышленные склады, и банки, и так далее. То есть, там была довольно большая такая бурная, да, экономическая жизнь. Вот как раз позднее начало 19 века английские, да, гравюры именно вот Бомбея. То, как Бомбей выглядел. Ну, похоже, на самом деле, просто на какой-то европейский город. Значит, весь этот промышленный бум Англия, да, спровоцировала в Индии, но самой Индии на благо он не пошел, да. Как мы сказали, Индия была колонией, Англия была не заинтересована в ее развитии. Английские предприниматели тормозили нормальный рост фабричной промышленности, вот, поощряли только те культуры, которые активно пользовались, значит, спросом, как товара экспорта. В первую очередь, различные продовольственные крупы, это, конечно, джут, вот, пшеница, разумеется, индийский чай, индиго, который использовался как краситель в текстильной промышленности, и джут, из которого делали канаты, коробки, плетенки и многое-многое другое. Индия экспортировала все запасы зерна, которые там были, и в результате в Индии начинается страшный голод, погибает до 30 миллионов человек. В отличие от европейских городов, где строились большие крупные промышленные фабрики, в Индии новые города не были центрами промышленности, вот, они были центрами торговли, вот, значит, соответственно, фабричное производство было развито в них слабо. То есть индийские города, это были города, где английские товары сгружались, индийские товары выгружались и разъезжались в разные стороны. Соответственно, у нас не было рынка труда, у нас не было роста заработной платы, у нас не было роста уровня жизни. Вот, например, чудовищная фотография, таких довольно много было сделано европейцами в разные годы, до какого состояния доходили индийские бедняки, решаясь работы, вынуждены погибать на улицах. По сути, в каком-то смысле это был геноцид индийского народа. Молодая национальная буржуазия в Индии все-таки в конце века начинает стремиться к развитию отечественной промышленности. Появляются первые хлопчатобумажные фабрики с индийским уже собственным местным капиталом, на которых используются уже более современные предельные станки, которые позволяют быстро обрабатывать хлопок. Появляется какая-то горнодобывающая промышленность, серебряная промышленность, определенным спросом пользуются местные алмазы, но за исключением как раз хлопчатобумажной промышленности, все остальное, что касается индустриализации, происходит чрезвычайно медленно, искусственно за медленными темпами, за счет английских капиталовложений и по большому счету вопреки воле английских властей, потому что в этом она всерьез не заинтересована. В 30-е годы 19 века масса обездоленных и нищих горожан, в первую очередь, это ткачи, лишивших возможности работы и, так сказать, будучи маргиналами уже экономическими, уходят в деревни. И что в этой деревне не могут найти? Ничтожно маленький участок, который может обеспечить только полуголодное существование. И вот известная пословица была, что равнины Индии белеют костями ткачей, потому что, конечно, разорившиеся ткачи там постепенно были обречены, собственно, на смерть и погибель. Во второй половине века все-таки постепенно разрушается традиционное общество, появляются, значит, какие-то новые виды и промышленности, появляется какая-то логистика транспортная, замкнутые сельские общины вынуждены приспосабливать к изменившимся условиям, разбиваются что-то вроде небольших фермерских хозяйств, которые уже связаны общим рынком с городом. Вступлением страны на мировой рынок крестьяне выращивают новые культуры, уже такие как кофе, чай, сахарный тростиг, длинноволокнистый хлопок, но, безусловно, все равно постоянно страдают от несправедливости в отношении ценовой политики, потому что, конечно, эти товары Англия будет покупать только за сущие копейки, при этом сельскохозяйственные орудия или промышленные орудия, которые Англия привозит, естественно, продаются в довольно большую цену. И получается, что ты вынужден бесконечно работать на своих полях, чтобы отгрузить центнеры-центнеры своего хлопка, допустим, или кофе, и за это получить какие-то, пусть и промышленные, пусть и качественные, но очень дорогие промышленные орудия в небольшом количестве. Вот, разумеется, все это приводило к дальнейшей стагнации индийской общины, индийской деревни, и в том числе к росту социально-экономических противоречий, к росту политических противоречий, вылившихся в первую очередь в крупнейшем восстании сипаев, собственно, индийских солдат на службе английской короны. Вот, об этом восстании мы с вами уже будем говорить в следующий раз. Вот, традиционная индийская деревня, примитивный транспорт, примитивные хижины, вот такой неприхотливый быт. Собственно, то, что сегодня хотел рассказать про постепенный путь Индии к медленной индустриализации. Спасибо. Спасибо.